Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Бездействие в мире решают по-разному. Некоторые кировские предприятия сохраняют зарплату сотрудникам, давая возможность им работать удаленно. Некоторые бюджетные учреждения отправили людей в отпуск или в отгулы. Чтобы воздержаться от сокращений, кто-то снижает зарплаты, а кто-то, отчаявшись дождаться от государства выделения хоть каких-то средств в бизнесу, оказавшемуся на грани разорения, готов поделиться своими собственными доходами. Так, губернатор Челябинской области и член регионального правительства перевели деньги в фонд, который будет помогать малым и средним предпринимателям, вынужденным приостановить работу с сохранением зарплаты своим работникам. Программа Экономика. В Кирове хотят создать финансовый резервный фонд. Поручение такое дала глава города Елена Ковалева. Чиновники должны подготовить план поддержания экономики города, а к 16 апреля – предложение по созданию финансового резервного фонда. Источники его наполнения пока неизвестны. Экономика. На 101 ФМ. ВТПП открыла горячую линию для бизнеса из-за коронавируса. Палата продолжает поддерживать предприятия. Несмотря на карантину в дистанционном режиме, по электронной почте принимаются запросы предприятий на разъяснение всех интересующих вопросов. Наложено взаимодействие с правительством области, налоговой службой, Роспотребнадзором и другими структурами. Адрес для обращений – VCCI, собака – VCCI.ru. Экономика. Завершение валюты. Доллар сегодня 75.46. Курс евро – 82 рубля одна копейка. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа Экономика. На 101 ФМ. Программа Экономика. Программа Экономика. Программа Экономика. Программа Экономика.